всем привет меня зовут шура и в этом видео я расскажу вам как связать вот такую вот интересную сумку всего за два часа вяжется она довольно просто обычными столбиками без накида и воздушными петлями из остатков пряжи вы можете сделать вот такую интересную кисточку либо листики из трикотажной пряжи ну то есть очень много разных вариантов это все зависит от вашей фантазии если вы любитель допустим длинных ремешков цепочек через плечо то можно вот эти места одеть карабин одеть цепочку либо вы за эти места можно зацепить цепочку и без колец и без ничего и просто носить через плечо если вам не нравится допустим вариант с кисточками вот так вот будет смотреться она без кисточек и ничего то есть вообще шикарно смотрится если честно подходит к любому гардеробу по поводу цвета знаете это больше такой летний вариант я буду вам показывать кстати на примере вот этой сумки это у меня цвет пыльная роза это уже больше такой вот весенний осенний вариант кстати в принципе можно и летом в ней ходить если вы хотите прям вот такой вот совсем демисезонный то наверное вам лучше взять бежевые или вот такие цвета какао еще знаете очень шикарно смотрится эта сумка вот в этом цвете беловый цвет у меня делали заказ девочки вообще я прям в восторге была очень красиво смотрится в еловом зеленом цвете тоже она такой не сильно темно не сильно яркие тоже можно и зимой и летом принципе но тут уже нужно подбирать под что-то этот цвет вязать мы будем из трикотажной пряжи бисквит давайте покажу ну судя по заднему фону вы заметили я любитель кстати сейчас у производителя идет акция бесплатная доставка по всей россии поэтому скидку промо-код промо-код на скидку в пять процентов я оставлю вам в описании вот еще нам понадобится вот такие вот заготовочки из фанеры у меня вот две штуки они продаются парами в основном продаются в любом специализированном магазине также можно заказать под заказ делают из фанеры вырезают крючок у меня номер шесть и что еще наверное меньше слов больше дела начнем мы с вами самого простого это обвязка наших заготовок берем нашу первую половинку вставляем крючок верхнюю дырочку вот так вот захватываем рабочую нить и вытягиваем первую петельку не провязываем ее рабочую нить проверяем чтобы она лежала изнанкой к верху вот так вот таким образом наши петельки будут ровные и аккуратные далее вставляем крючок в следующую дырочку вытягиваем нить и протягиваем ее через предыдущую петлю на крючке снова вставляем крючок в следующую дырочку и протягиваем вот такие вот соединительные столбики у нас с вами получаются и протянули снова вставляем и протягиваем таким образом нам с вами нужно получить провязать до конца нашей заготовочки и подошли мы к концу нашей заготовки у нас осталось последние две дырочки мы их провязываем смотрите еще раз и протянули вот что у нас с вами получилось далее нам нужно с вами обрезать нашу ниточку чтобы она не мешалась чтобы продолжить на другой заготовки и вытянуть ее с обратной стороны сначала мы и вытягиваем спереди потом вставляем крючок со стороны изнанки захватываем нить и вытягиваем ее на противоположную сторону вот такой вот красивый окончании у нас с вами получается теперь вам нужно с вами обвязать вторую половинку точно также ну вот я обвязала нашу вторую половинку нить не обрезала вот она теперь нам нужно вытянуть петельку на обратную сторону чтобы продолжить вязание не обрезая нить вставляем крючок со стороны изнанки как и в предыдущей и захватываем нашу петельку вытягиваем ее на противоположную сторону вот таким вот образом теперь у нас смотрите два красивых кончания как у противоположной стороны вот так вот теперь разворачиваем вязание чтобы нам было удобно и нам нужно с вами набрать 13 воздушных петель давайте наберем первая вот она 2 и так далее 13 петель набраны и будем присоединять их к нашей второй половинки берем ее таким образом чтобы она смотрела изнанкой к изнанке чтобы наша косичка получилась сверху вот сюда присоединять мы будем за наши задние перемычки то есть петельки которые находятся с изнанки вот они наши перемычки вот она наша первая петелька вот сюда мы будем с вами присоединяться вставлять мы будем крючок сверху вниз обязательно чтобы наши края получились красивые вот таким вот образом далее проверяем чтобы наша косичка не перекрутилась чтобы красиво было у нас вначале захватываем нить и вытягиваем ее через петлю обе петли на крючке провязывая соединительный столбик вот таким вот образом вот что у нас с вами должно получиться вот такая вот как косичка из воздушных петелек вот и подошли мы с вами к вязанию нашего первого ряда теперь давайте разложим наши заготовки так чтобы нам ничего не мешалось чтобы все было не перекручено достану крючок не мешался и так обязательно проверяем нашу цепочку из воздушных петель чтобы она не перекрутилась чтобы все было у нас красиво по итогу и аккуратно давайте возьму крючок обязательно вставляем если вы его тоже доставали вставляем его так как он стоял и до этого и переходим к вязанию нашего первого ряда первый ряд мы с вами будем вязать за передние стеночки нашей косички из воздушных петель вот сюда вот эти петельки смотрите переверну чтобы было видно вот в эти вот петельки первую мы с вами кстати цепью петельку пропускаем так как это наша петля подъема взять будем вот сюда во вторую и так нить поближе к ручку уберем чтобы она нам не мешала чтобы сделать красивое начало вставляем крючок и вытягиваем наш соединительный столбик далее нам нужно с вами провязать вот следующую еще один соединительный столбик вот так вот вставили и провязали точно так же как мы с вами обвязывали наши заготовки теперь у нас на очереди 9 столбиков без накида вязать вот за передние стеночки не запутаетесь не перепутайте вот в эти вот наши петельки вставляем крючок захватываем нить и провязываем наш первый столбик без накида давайте поближе покажу вставляем крючок за переднюю полу петельку захватываем нить и и провязываем второй столбик далее у нас идет третий столбик вот наше вязание и таким образом 9 столбиков нужно провязать старайтесь нить сильно не затягивать иначе у нас связание все стянется и сумка получится намного меньше размером и будет смотреться не очень красиво узор вот и сильно тоже не с не старайтесь не расслаблять нить так как нам просто не хватит нашего матка пряжи а так моток пряжи даже на кисточку у нас остаться должно с вами и так доходим надо до конца провязываем наш последний 9 столбик до последний и провязали вот так вот выглядит это все и у нас остались с вами последние две петельки вот они нам нужно в зеркальном порядке провязать 2 столб 2 соединительных столбиков какие мы с вами вязали в начале в самом и протянули второй столбик вот она наша последняя петелька вставили и протянули вот наш первый ряд готов вот так вот он выглядит вот так снаружи теперь разворачиваем вязание нам нужно с вами присоединиться к следующей перемычки находим ее вот это наша первая перемычка то место откуда мы начали и вот 2 не перепутайте давайте вот с этой стороны так покажу вот первая перемычка это то место откуда мы начали с вами вязать и вот она 2 нить нам с вами нужно убрать под вязание обязательно запоминаем с этой стороны всегда так вставляем крючок сверху вниз захватываем нить и протягиваем соединительный столбик вот так нас выглядит соединение далее поворачиваем к себе вязание первую нашу петельку пропускаем и кстати вязать этот ряд и последующие ряды мы будем за заднюю стеночку теперь только первый ряд мы вяжем за переднюю заднюю второй и последующий будут вязаться именно за заднюю первую петельку мы с вами пропускаем вот она вставляем крючок за заднюю стеночку нашей второй петельки вот сюда и провязываем соединительный столбик вот далее еще один соединительный столбик и 9 столбиков без накида как и в первом нашем ряду проверяем нить обязательно так первый столбик и так далее довязываем наш 9 столбик провязали и вот они наши две петельки зеркальные последние две петельки в этом ряду провязываем 2 соединительных столбика как в самом начале 1 и 2 так вот получился наш второй ряд далее присоединяемся к нашей половинке вставляем крючок в следующую перемычку сверху вниз обратите внимание где будет у нас лежать рабочая нить вот так вот захватываем нить и протягиваем делая соединительную петлю перекрутилось все делаем соединительную петлю вот так разворачиваем вязание и переходим на третий ряд находим нашу вторую петлю первую пропускаем это петля подъема находим нашу вторую петлю вот она и дальше будем вязать за задние стеночки не запутайтесь так беру ниточку вставляем крючок и провязываем 2 соединительных столбика 1 и 2 соединительный столбик вот плохо видно второй а далее снова 9 столбиков без накида как и в предыдущих рядах последний 9 столбик и 2 петельки оставшиеся два столбика без накида извините два соединительных столбика лично я их путаю 1 и 2 соединительный столбик вяжем последнюю нашу петельку вот так вот наш третий ряд готов далее будем присоединять нашу перемычку нить убираем нить убираем под вязание сверху вниз вставляем крючок захватываем нашу рабочую нить и провязываем соединительный столбик вот так разворачиваем вязание переходим на наш четвертый ряд повторяем все абсолютно зеркально первую петельку пропускаем вставляем крючок следующую провязываем соединительный столбик 1 и 2 соединительный столбик далее снова 9 столбиков без накида 1 и 9 наш последний столбик снова две петельки на нашем нашем ряду последние две петельки в нашем ряду до 2 соединительных столбика 1 и вот он 2 наш соединительный столбик провязали четвертый ряд готов давайте присоединимся к наши перемычки вот он предыдущая перемычка и в следующую вставляем крючок сверху вниз вот так вот и протянули вот посмотрите для чего мы следим за рабочей нитью чтобы у нас было красиво присоединение с этой стороны и точно также это все выглядело с обратной стороны поэтому не забывайте следить за рабочей нитью далее разворачиваем вязание и переходим на следующий ряд первую петельку пропускаем и вяжем во вторую вставляем крючок и провязываем два соединительных столбика 1 2 и дальше 9 столбиков без накида вот мы подошли к концу последний 9 столбик и 2 петельки у нас остается провязываем 2 соединительных столбиках 1 и 2 5 ряд готов вот как это все у нас с вами будет выглядеть давайте вперед крючок и покажу примерно складываем пополам и вот такая вот заготовочка у нас получается красиво да и так переходим на следующий ряд вставляем крючок сверху вниз нить убираем под вязание то есть принцип надеюсь вы уже поняли все ряды у нас с вами повторяются соединения одинаковые с одной стороны соединения мы убираем нить под вязание с другой стороны сверху и таким образом нам с вами нужно провязать до конца наших заготовок вот до этого момента никаких прибавок и убавок на углах на соединениях мы не делаем с вами просто вяжем обратным рядом до конца наших заготовок еще раз давайте покажу 2 соединительных 9 столбиков без накида и 2 соединительные поднимаемся и обратно то же самое таким образом надо довязать до конца наших ряд нашей заготовки довязала я почти до конца вот так вот выглядит почти готовая сумка у меня осталась одна перемычка с одной стороны и одна перемычка с другой стороны то есть два ряда и я хочу с вами вместе их связать ниточку чтобы не мешалось вставляю крючок и продолжаем вязать два соединительных столбика у нас здесь идет правильно первую петельку пропускаем и вяжем во второе два соединительных столбика раз и 2 и 2 9 столбиков без накида последний 9 и 2 столбика два соединительных столбика первый нить выскользнула первый столбик и второй 1 2 присоединяем наш ряд сверху вниз нить под вязание немножечко неудобно в конце это делать и так вставили берем нашу рабочую нить и протягиваем соединительный столбик вот так вот остался последний ряд и нам нужно сделать красивое окончание смотрите как тут видите аккуратная косичка с этой стороны как-то не очень аккуратно и продолжаем вязать два соединительных столбика у нас идут а далее должны быть 9 столбиков без накида но провязывать мы будем красивую косичку и провяжем все столбики соединительными столбиками все петельки довязываем до конца и у нас осталась последняя петелька последний столбик соединительными столбиками все петельки и наша сумка почти готово нам осталось присоединиться к нашей перемычки вставляем крючок сверху вниз захватываем рабочую нить и вытягиваем делая соединительный столбик вот такая сумка у нас с вами получается красивая вместительная аккуратная с интересным рисунком так вот давайте обрежем нашу нить и сделаем соединение то есть спрячем ее в вязание ведь вытягиваем ее полностью теперь вставляем крючок с обратной стороны со стороны изнанки через нашу перемычку захватываем нашу ниточку и вытягиваем ее на противоположную сторону теперь узелочки можно связать и спрятать вязание либо обрезать то же самое мы повторяем с этой стороны давайте покажу примерно как это сделать вставляем крючок наши петельки на изнанке захватываем ниточку и вытягиваем ее протягивая через все эти петельки вот так вот снова вставляем захватываем нить и протягиваем таким образом можно спрятать до конца вязания либо обрезать ее где-нибудь на серединке и хватает очень вместительная сумка как я и говорила очень красивая аккуратно и складывается пополам и легко можно убрать куда-нибудь в чемодан и взять с собой спасибо всем что смотрели мое видео до конца подписывайтесь на канал ставьте лайки если не жалко и пока пока